И по идее мы в эфире. Сейчас проверим. Сейчас проверим. Всё, мы в эфире. Привет, друзья! С вами Gameway.com.ua Меня зовут Сергей, я известен на Gameway как Ice. С нами Влада, известная как Гута. И наш главный редактор Паша Кибурга. Да, всем привет. Вы сейчас наблюдаете за нашим очередным стримом. У нас новинка в гостях. Это Hitman Absolution. Игра, которая сейчас вызывает противоречивые чувства у всех отечественных геймеров. Поскольку негодуют олдфаги. Но игрокам помоложе, игрокам современным. Игра сильно понравилась. Её даже называют одним из лучших стелс-экшенов за последние несколько лет. Мы сегодня работаем в таком формате, что у нас главным ведущим и, собственно, человеком, который организовал этот стрим, выступает Сергей Айс. Он у нас в дальнейшем и будет отвечать за все подкасты на нашем сайте. За все стримы, Паш. Да-да-да, сто процентов. И, Сергей, какие дальнейшие планы у нас по подкастам? Так, ну, планирую по стримам. Я планирую делать их вторник, четверг, суббота. Но за регулярность я не отвечаю, так как главное, чтобы были темы. Но, в целом, вторник, четверг, суббота. И вторник, четверг мы играем в какие-то новинки, какие-то вот свежачок. А в субботу мы уже смотрим какие-то мультиплеерные проекты, по которым можно там пугарить, посидеть, поиграть, повеселиться. То есть в эту субботу мы будем играть в Dota 2 с ребятами, вот, веселиться как можно. В четверг, ждите, будем играть в Assassin's Creed 3. Буквально чуть-чуть мы побегаем в одиночном режиме игры. Чуть-чуть посмотрим Boston, чуть-чуть побегаем в начальных, в первых миссиях, там, совсем чуть-чуть. И дальше будем играть уже мультиплеер, чтобы избежать спойлеров как можно больше, так как не все еще начали играть, проходить. Вот мне пишут добавить голоса, сейчас прошу прощения. Так, ну вроде по максимуму все, так. Да, так лучше стало. Вот, а сегодня мы играем в Hitman Absolution, в новый режим контракты. Это абсолютное нововведение этого режима. Вот, нового, то есть это серии всей. Здесь... Да не пишите мне, пожалуйста, в Steam, ребят. Вот, это все. Вот, это абсолютное нововведение серии. Здесь суть в том, что сами пользователи создают миссии на основе локации одиночной игры. В нем они задают цель, нашу основную, и метод, как убить других. Там, заданную цель, вот, с максимальным количеством очков. Вот, по-моему, это очень здоровская задумка, так как помогает очень сильно продлить жизнь игре лучше всяких DLC. Вот. Ну, и здесь мы набрали список тезисов из разных блогов, из твиттера, из обзоров. Вот, по поводу того, как ругают Hitman Absolution. Вот. И мы будем их озвучивать периодически и обсуждать, что и как. Да, вот, как раз перед тем, как мы начнем озвучивать тезисы, я хотел бы обратить внимание наших зрителей на тот факт, что игра, вот, она неоднозначно воспринимается отечественной игровой прессой, игражуром СНГ. Вот, мнения об игре разделились, и очень четко можно проследить тенденцию, которая сводится к тому, что относительно новые ресурсы, да, молодые, ориентированные на молодого геймера, они игру очень хорошо хвалят. А ресурсы постарше и построже, они, наоборот, игру критикуют. Ну, вот, допустим, максимальная оценка сейчас для Hitman Absolution составляет 96 баллов, поставил сайт GameGuru. Канобу поставил 90, там, GamerInfo 94 балла, Playground 89. В то же время, такие олдскульные, да, сайты, как Absolute Games, ставят игре 76, там, GameBook 70, игромания 70. Тоже такой очень интересный момент. Вот, спасибо, Паша. Сейчас мы будем проходить контракт Кенелекса, вот, он самый первый нам в Твиттере написал о том, чтобы проходили именно его контракт, вот, ну и будем потихоньку обсуждать. Вот, она пошла загрузка, вот. Ну и первое, что я наткнулся, готовясь к этому эфиру, это о том, что в Hitman ругается за кривое управление, как ни странно. Вот, Влада, ты уже точно пробовала, знаю, пробовала игру, хоть и немного, но пробовала, как ты согласна с этим утверждением? Ну, честно говоря, мне показалось управление неудобным, дефолтным, я его буду переставлять, потому что эти комбинации клавиш на B, E, F, Caps Lock, это, не знаю, это какое-то чудовище просто это придумывало. И очень часто у меня получалось так, что я уже вроде бы стою перед предметом, которым можно взаимодействовать, брать его, у меня не появляются иконки, не подсвечиваются, кнопки не нажимаются, ничего не происходит. Стоит мне постоять две лишних секунды там, всё появляется, всё на месте. То есть, да, я подтверждаю, что есть такая проблема, по крайней мере, я испытывала некий дискомфорт, связанный именно с управлением, как с раскладкой, так и с интерфейсом. Хм, странно, по мне очень, даже очень здорово и удобно выстроилось управление, вот, то есть, действительно, всё под рукой, то есть, укрытие это на пробел, вот, там, приседания на C привычные, вот. Ну, здесь, наверное, наши мнения раздаются, поскольку я нахожу, что очень удобно, оптимизировано для клавиатуры и, в целом, играется отлично. Вот. Следующий тезис, что нам говорили, это то, что связаны руки у игрока в том плане, что если хочется убить цель, например, со снайперской винтовки, то будет она лежать исключительно возле открытого окошка, прямо рядом с целью. Взрывчатка тоже лежит возле автомобиля, который нам нужно подорвать. И, в общем, как-то всё это очень странно и нелогично. Ну, вот, ты согласен с этим вообще? С этим абсолютно полностью согласен, поскольку, если помните, даже вспоминаю тот же Blood Money, то там мы начинали миссию, если мы выбирали в начальном мандировке, выбирали снайперскую винтовку, то мы шли на здание, в само там, или вообще на задание, мы шли с чемоданчиком таким. Здесь же всё гораздо проще. Здесь снайперская винтовка можно обойти с этим, со струной, которая фирменная струна Хитмана, можно обойти, убить ненужные цели, которые мешают на пути к окну, из которой хорошо будет видна цель. И потом достать снайперскую винтовку прямо непосредственно на позиции. Да и нелогично, кто в доме с открытым окном хранит снайперскую винтовку, в конце концов? Ну, сейчас мир опасный, понимаешь, очень страшно жить. Люди запускаются, оставляют снайперские винтовки заботливо для прохожих. Вот, кстати, спрашивают нас в чате, Астрел, пишут, что ему показалось, что цветовая гамма в игре режет глаза. Не знаю, мне нормально, вполне приятная цветовая гамма. Цветовая гамма очень напоминает Witcher 2, то есть движок Red Engine, если я не ошибаюсь. И само цветовое оформление очень напоминает этот движок. Мне показалось, что именно так. А вот это ты сейчас включал инстинкт, Сергей? Нет, сейчас я... Навел шорох. Да, сейчас я навел шорох абсолютно случайно, я не проверил вокруг обстановку. И по заданию мне нужно убить цель, одетым в торговца... В этого... в торговца. Вот. Я знаю, где торговец находится, и пошел убил его, но не обратил внимания на то, что рядом здесь с ним были еще охрана, враги и прочие люди, которые могли меня расстрелять. Но по счастливой случайности меня не видели, как я переодевался, и я быстренько ушел. Ну да, действительно лицо не запоминающееся ни разу. Да. Очень много лыцевых поваров в Чайна Тауне. Нет, пишут, что как бы... вот те, кому игра понравилась, пишут, что достаточно сложно ходить переодетым, у тебя могут быстро узнать. Да, вот это как раз очень превосходное нововведение, которое, кстати, тоже ругали, насколько я помню. Вот. Хотя, за что, я не понимаю, потому что... Мне кажется, это супер. Это очень логично. То есть, раньше, если я правильно помню, я уже давненько не переигрывал Хитманы, но раньше, если я делался милиционером, то я мог ходить по локации с милиционерами, и они не знали, что где происходит. Вот. То есть, они думали, что я это их брат, я там спокойно ходил по всем локациям, по тайным, закрытым, и, собственно, сложности нет. А здесь, как только я прохожу, они сразу начинают меня подозревать, ну, типа, там, спрашивают, стой, я же вроде учился с этим парнем в Академии, или нет, я не учился с ним в Академии. Присматриваются. Да, присматриваются, потом они понимают, что ты это не ты, начинают тебя арестовывать, вот. Здесь есть возможность вернуться, укрыться от этого, то есть, уйти от погони, скажем так, просто от вырубив противника, если он один, вот. Ну, мне кажется, она, идея, конечно, хорошая, да, то, что ты переодеваешься, тебя там могут заметить, потому что на маленьких локациях, вот, допустим, например, от Чайна Тауна, это логично, вот ты переоделся в повара, и, ну, скорее всего, на такой локации, как в Чайна Тауне, когда, сколько тут точек, где продают рыбу, штук пять, но теоретически они могут друг друга знать и действительно заподозят какого-то европеоидного лысого мужичка, который расхаживает с лицом кирпичом и тылит бутылки, и рыбу пытается вынести у них там из-под носа. А с другой стороны, если ты вдруг переодеваешься в какого-то охранника и идешь по городу не в такой мелкой локации, в которой обусловлено то, что тут менты друг друга знают, так как говорят, что они продажные, охраняют этого короля Чайна Тауна. Ну, я сомневаюсь, что в городе прям вот так вот друг друга знают менты, чтобы спалить за пять секунд, что, нет, ты не мент, вообще надо открывать огонь срочно. Ну, это такая условность, в принципе, которая усложняет вообще прохождение, и на самом деле усложняет довольно здорово, вот, и в целом азарта и интереса тоже подбавляет к этому всему. Тут еще зрителям, наверное, непонятно, почему я хожу за вот целью своей с кирпичом в руке, я забыл озвучить задание, что мне нужно убить цель мою в костюме продавца именно кирпичом, чтобы выполнить это задание. Вот, но я тут навел шороха, и видите, они ходят вместе, а вот, вроде есть. Ну, Сереж, я считаю, пора делать, заново начинать, вообще. Здесь я вроде прошел как, ну, мы начнем следующий контракт, и меня вроде, ага, ну все, я закончил. И на самом деле закончил очень плохо, то есть счет низкий, так как я был неосторожен. Ну, можно переиграть эту, попробовать максимально осторожно, попробуем реплей. Так, ну, следующее, тоже от Кенелекса в блоге, вычитал, что исследований уровней свели на нет, все важные точки хорошо охраняются, игра просто толкает тебя на переодевалки или стелс. Вот, и если раньше это было приятной опцией, то сейчас просто добавляет головной боли игроку. Вот, и, честно говоря, как-то с этим вот я не согласен. То есть, по-моему, все время игра толкала на переодевалки или стелс. Опять же, вспоминаю, последний раз, последний мой опыт общения с Hitman, это был Blood Money. Вот, и там, чтобы пройти как-то аккуратненько все, я обязательно выцеплял или охранника, или еще кого-то, переодевался и уже там как-то изощрялся. Вот, но там больше проблем было с тем, чтобы достать этот костюм, по-моему. А здесь как-то попроще, но тебя, как мы уже говорили выше, очень внимательно стерегут охранники. Ну, то есть, если переодеться в костюм данного типа, эти ребята очень подозрительно к тебе относятся. Вот. Ну, опять же, просто я не могу судить, я не так много прошла. Но если все уровни действительно строятся по принципу, как в Чайна Тауне, что ты переоделся, 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 догнал, убил, переоделся, убежал, то это очень быстро надоест, конечно. А ты вообще как убила именно в Чайна Тауне этого? Ну, тут просто как бы просили без спойлеров, а если я сейчас расскажу, как я его убила за 30 секунд, то это будет спойлер. Ну да, лучше, ребята, без спойлеров. Не, ну просто тут действительно, на самом деле, уровень Чайна Тауна мне понравился больше всего из всех этих, что вариативность прохождения просто зашкаливает. То есть, как один из вариантов, здесь можно, вот здесь вот есть окно, там охранник сидит, которого можно отвлечь, выйти и оттуда уже уничтожить цель. Вот, но поскольку у нас задачи другие, мы сейчас попробуем все это провернуть более хитро. Кстати, пишут, что у нас немножко лагает видео. Да? В чем заключается? Да, да, в чем заключается? Немножко подтормаживаю. В чем заключается? Так, ну мы попробуем, значит, снизить. Тогда, да, Сергей, сделай меньше настройки графики. Да, сейчас. Да, пока ты делаешь меньше настройки графики. Тогда, да, Сергей, сделай меньше настройки графики. Да, сейчас. Да, пока ты делаешь меньше настройки графики. Меньше настройки графики и меньше разрешения. сделаем так ну вот попробуем 1024 пошел разговор о том что вот тебе пишет допустим на харде в то окно ты не пролезешь никак потому что там появляется три охранника на самом деле если зайти в hitman и вот просто для интереса по загружаться на одной и той же локации на разных уровнях сложности становится как-то очень непонятно и как вообще додумались сделать такую разницу в уровнях сложности то есть если ты заходишь на среднем у тебя ну допустим точки которые тебе нужно пройти один охранник и какая-нибудь интерактивная фиговина которую ты значит делаешь ломаешь он отходит и обходишь убиваешь там переодеваешься делаешь там с ним все что хочешь проходишь дальше ты повышаешь уровень сложности ставишь со среднего переходишь на сложный что ты получаешь ты получаешь ту же точку на место одного человека там будет стоять трое интерактивных фиговин не добавляются на нее реагирует как реагировал один охранник так и реагирует а с теми ты уже как хочешь так так и проворачивать тебе придется их по-любому убивать и нейтрализировать то есть стелс прокраса втихую он уже исключен тебе по-любому придется кого-то укладывать и так дальше дальше по нарастающей то есть тут сложность она как-то не в качестве в количестве проявляется то есть вот тебя опять спалили да опять меня спалили на этом же участке на самом деле сделай верни назад 16 на 9 разрешения посмотри какие включи сейчас какие там есть разрешения да сейчас глянем надо выбрать 1088 какой там есть еще ну да как бы это в реале нашего интернета потому что каналу сергея на самом деле 30 мегабит до официально числится нового нет ну при скачивании тоже нормально все стим 3 3 мегабайта 1280 820 вот да это самый до сам вожди вот значит теперь теперь я извиняюсь конечно первую игру в оконном режиме лучше всего вот так будет меньше жрать трафика так ну вот собственно вам как лучше видно нет нет вот так хорошо только играй в игру в саму в окне да я играл то есть вам видно игра все хорошо так так но лаги не пропали на своем теле нас а также слайд-шоу странно поскольку то есть игра здесь не тормозит абсолютно вот и вроде при проверке тоже было все хорошо то у всех интернет как бы вроде классный формально на самом деле на стримах это четко проявляется что интернет нашей стране не хотят да вот но вернувшись к игре возвращаясь к игре то есть здесь киналекс очень хитро отключил все фишки то есть как например вот видите вот этот я зажимаю сейчас это должен быть режим интуиции который просвечивает сквозь стены вот но здесь же не показать не получится потому что все это отключено вот и все очень видите нет интерфейса даже то есть я не вижу ничего фактически и все еще пытаюсь выполнить его задание которое по сути не очень и сложная но пленой трудности у меня как вы уже заметили возникли на у тебя тут спрашивают ты думаешь ты в сказку попал хотелось бы но нет ну вот попрощайся со всеми своими интуициями и так далее вообще вот как как ты относишься к этим генномодифицированным внезапным способностям которые больше всего больше всего дискуссии вот как раз насчет этого инстинкта если честно я не очень часто им пользовался в одиночной компании то есть помню разок я воспользовался когда уж совсем было туго вот я спрятался в шкафу и мне нужно было проследить как там отходит от меня или нет вообще я пользуюсь этой интуиции только если я вот переодет например в милиционеров того же и прохожу рядом с такими же милиционерами вот и тогда мне уже действительно нужно пользоваться этой фишкой без этого никак а вообще все кроме видения сквозь стену добавлено вполне логично и целом я одобряю например но она отключается настройках нет это на отключается только в мозгу хотите пользоваться пользуйтесь не хотите не пользуйтесь но это уже совесть вот такая альтернатива есть уже спасибо разработчикам то есть нет на самом деле тебя никто не заставляет пользоваться абсолютно это как дизон как в Deus Exit то есть можно даже это не прокачивать там а можно прокачать и вот собственно здесь она автоматически прокачены пользоваться ей как предлагают ну вот мы прошли этот один контракт вроде получилось слушайте но эта фишка с контрактами игроков прикольная вещь да то есть вот я выбираю вот есть от друзей например контракты история и вот они в принципе вообще все которые есть по идее грузится тут даже фильтр есть что то есть недавние по чекпоинтам по категориям вот серёжа тебя автор контракта поругал что ты тело не спрятал да так непрофессионально непрофессионально лишних 155 очков сдаешь сдаешь да сдаю вас вообще если честно мне самом деле вот то что не нравится в новом хитмане это функция фишка когда в синглплеер ты проходишь у тебя идет вот эти вот очки которые там убил цель получил очки спалили до тебя их отняли вот и так далее что мне очень если честно не нравится особенно действительно очень доходит до нелепого что ты убиваешь какого-то охранника вот который тебе нужно переодеться чтобы пройти дальше и у тебя уже минусуются очки вот ну как то же нужно это все измерять в чем так как бы то и на самом деле это тоже опять таки как sleeping dogs это было добавлено а что бы м но не вымеряется и не а что бы я это за америка со своими результатами то есть ничего плохого нету ничего плохого нету данным если честно немножко раздражает вот эта вот штука а и поэтому я уже там если первые пару месяцев пытался стараться за всех сил как чтобы набрать этот максимальный счет то дальше я уже просто забил и играю в удовольствие вот потому что на самом деле получение этих очков и игра в удовольствие по моему мнению очень далеко далеки друг от друга да в общем получение удовольствия автор предыдущего контракта который ты все-таки зафейлил я считаю кричит что ну давай второй ну второй ладно у него есть еще второй я знаю у него где-то есть контракт где надо кого-то убить в костюме бобра я очень хочу на это посмотреть нет ну вот собственно у него два контракта я вот здесь вижу здесь у меня в друзьях и здесь всех трех нужно убить в костюме агента 47 но тут одного убить канистрой одного взрывом и одного удавкой давай канистры тут просили канистры в чате специально по заявкам читателей будем мочить очень очень просили канистру мочить в сортирах канистры да постараемся конечно изо всех сил как получится но насколько это все выйдет вам не гарантируем поскольку сам автор говорил что мы его не пройдем вот кстати отстрел задает вопрос что с оптимизацией потому что я тоже читал что оптимизация не очень особенно в людных местах мы это сами видели кстати не знаю у меня на моем древнем компьютере идет все отлично никаких проблем вообще не было играется замечательно у меня правда там средненькие настроечки там без каких-нибудь изысков но никаких не проседаний не подвисаний никакого слайд-шоу ничего не наблюдалось как мы можем видеть самом начале когда игра только запускается там есть такая плашечка написано amd gaming evolved что говорит что удовольствие от игры максимально могут получить только владельцы карт амд что я наконец-то ну что я счастлив от этого потому что основном я вижу nvidia и а у меня мд и в общем я разочарован в этом ну а мд был кстати настал кире в свое время вот даже продавали компьютеры md именно со сталкером с игрой stalker в придачу а так и ну да 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 вообще эта фишка чтобы с продажей игр с видеокартами то что довольно распространенная вещь вот ну и поэтому связи с тем что у меня md игра тоже заточена по dmd у меня никаких проблем нету с тем чтобы проходить чтобы без проседанием игры а вот время монстр играет в dota 2 это была очень ценная информация в эфире такой эксклюзив от паши пока и паша сказался своих эксклюзив давайте перейдем к другому вопросу так очень многие еще раз из минусов игры выделяют о том что все миссии сводятся к банальному проходу от одной двери к другой без возможности исследования уровней и так далее то есть ты не можешь банально походить по уровню составит себе какой-то маршрут чай из . а . а . б . ц ты увидишь лишь после прохождения точки б и похоронишь предыдущую маршрут то есть практически туда никак нельзя будет вернуться насколько это хорошо плохо и как это влияет вообще на восприятие игры ну для начала стоит сказать что такие миссии ну они есть но они не все ну то есть таких не вне абсолютное число а вот я буквально ну и из по моему восьми миссии что я прошел три из них были абсолютно нелинейные как вот эта миссия в чайной тауне то есть вот у меня есть цель вот и я вот сейчас хожу в каких-то размышлениях пытаюсь понять как тут пройти и как где мне найти вообще эту канистру с бензином которыми нужно убить цель номер два вот а в основном в основном конечно миссии да они построены к аспарте точки а до точки б но и здесь есть свои нюансы что они тоже не абсолютный прямой коридор как каких-нибудь call of duty вот то есть есть обязательно обходные пути то есть можно и даже в самих испытаниях которые игра бросает пользователю прописано что можно пройти всю все миссии в одном лишь костюме хитмана вот поэтому как бы справедливо наполовину это замечание но даже если бы она была абсолютно линейным если бы она была грамотно организована то это был бы уже не хитман как бы круто но бы не было сделано но это был бы уже не хитман серёжа тут спрашивает тебе уже подсказывает где канистра находится или ты еще и походишь но я так полагаю на возле машины наверное да ну нет потому что если честно даже понятия не имею где она тут находится она от входа направо отхода самого того спасибо да давай нам нужен экшена то где же экшен за который все так ругают хитман а вот и не даешь на посмотреть а и кстати вот с этим тоже до проходя там сингл часто появлялось желание просто взять банально эти два его silver silver боллера и пойти расстрелять всех на пролом обычно это у меня заканчивалась хотя и прохожу на среднем уровне сложности заканчивалась буквально секунд через 30 поскольку налетали все и тун-тун-тун и все и конец на самом деле сорок седьмой очень танковые мне вчера я где-то там зафейлила меня спалили с этим переодеванием мы начали стрелять и мне как-то было уже лень отбегать прятаться думаю ладно убивайте же я начну заново и ну я не дождалась что меня убьют пришлось перезагружаться все-таки через меню ну не знаю у меня обычно это очень быстро заканчивается то есть я стараюсь конечно взять этот щит ну тут опять появилась функция взять живой щит там то есть берет человека под левую руку и справа стреляет но охранники но вообще враги не как-то не стесняются застрелить своего то есть щит это довольно быстро пробивается скажем так и начинается все сначала и вот я сейчас не понял как меня вот опять обнаружили что я такого сделал ты ну ты очень подозрительный слишком твоя канистра была подозрительна они узнали как он умеет прятать канистру в карман поэтому а не воспользовала это кстати уже известный мем популярный в интернете то что канистру в карман можно прятать но это нормально это ну это скажем прикольно а не в хидден обжектах и с всякими стремянками в квестах канистры еще не самый страшный вариант да и хитман если уже обвинять хитман то явно не в этом то есть такие условности существуют в каждой игре ну да в принципе человек который умеет видеть сквозь стены может и канистру карман положите что да про этот рассказ о том как шестистволка прячется в этих в кармане штанов было уже после grand theft auto так что обвинять хитмана в том что у него карманы широкие это думаю много нелепо целом ну еще и список из списков недочетов вот у меня тоже не уст間